10 ноября – профессиональный праздник сотрудников внутренних дел Российской Федерации. Ограничения пандемии коронавируса не позволили собрать в честь праздника большой актовый зал управления внутренних дел. Но церемония награждения все-таки состоялась. И поздравляли сотрудников правопорядка первые лица Верхнего Лужья. Открыл церемонию награждения сотрудников Тверской полиции губернатор Тверской области Игорь Рудени. Он подчеркнул, что сегодня заложенные ветеранами службы традиции честного и самоотверженного служения своему народу и Отечеству стали прочным фундаментом эффективной работы органов внутренних дел. Благодаря вашей работе за 9 месяцев текущего года мы видим, как существенно улучшились результаты и показатели профессиональной деятельности полиции. Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, преступлений, которые совершаются на бытовой почве. А главное, я хотел бы отдельно поблагодарить тех, кто в этом принимает участие, за очень высокие и существенные результаты в борьбе по незаконному обороту наркотиков. Потому что то, что сегодня является этой скрытой угрозой, которая распространяется среди нашей молодежи, это работа, которая не просто достойна уважения, это работа, которая сегодня может быть сравнима с сохранением генетического фонда нашей страны. Среди личного состава органов и подразделений внутренних дел области немало тех, чьи заслуги получили высокую оценку со стороны министра внутренних дел руководства региона. И, конечно же, свидетельством успешной работы являются многочисленные благодарственные письма, поступающие в адрес руководства управления МВД России по Тверской области от жителей региона. «Мы действительно чувствуем поддержку и благодарность огромного количества людей», отметил в своем выступлении начальник МВД России по Тверской области генерал-майор полиции Петр Пырх. За текущий год сотрудниками органов, которые делают в области, уже выявлено и раскрыто более 6500 преступлений. Из них 1400 чашких и особо чашких. «Раскрыто 66 убийств, 97 фактов, точнее, чашкого вида здоровья, 23 разбойных нападений, 257 грабежей, более 1700 краж. Есть немало поводов договорности, есть и над чем еще работать. У нас хватает проблем, но уверены, что весь руководящий и личный состав МВД делает все, чтобы эти сложности преодолеть, ответить на вызовы, которые нам ставят на сегодняшний день». Сегодня гостей торжества в здании Управления внутренних дел встречал стенд с детскими рисунками. Именно эти работы отметил в своем выступлении федеральный инспектор в Тверской области Игорь Жуков. «Мы сегодня поднимались к вам сюда и видели рисунки, обратил Игорь Михайлович и Ирина Анатольевича. Я на то, как дети относятся к вашей работе. Вы знаете, в их рисунках такие вещи прослеживаются. И гордость, и уважение. Это очень, вот говорю, в самом мурашках похоже. Мне очень это приятно. Я вот хочу пожелать, чтобы так было всегда. Чтобы наши близкие гордились нашей службы, работы теми задачами, которые вы выполняете. Знали и всегда могли гордо сказать. Мой отец, моя мать сотрудник формулей Российской Федерации». Сегодня было сказано много добрых слов в адрес наших защитников. Вручены благодарности, грамоты, медали, именное оружие. Именным кортиком награжден начальник управления по вопросам миграции Андрей Иванов. «В полиции нельзя просто работать. В полиции надо жить. И, наверное, большинство из коллег так и поступает, потому что по-другому служить не получается. Спектр задач большой, огромный. Всегда был и есть, и будет. Поэтому всех коллег поздравляю с праздником. У нас профессиональный, компетентный, дружный коллектив, которому под силу многое». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...